Доброе утро, мои любимые. Время 25.07. Что-то я засиделась, скидывала свои стихи давнишние в стихи.ру, написала новый стих и пока сидела, смотрю уже 25.07, а мне на работу на синий совсем опоздало. Такой стих. Сейчас прочитаю вам его, поденусь и пойдем. У нас с вами сегодня 9 суббота, 9 января 2022 года. Что там у нас написано, давайте посмотрим. Точно не очень видно, потому что темно, а тут свет поярче. Давайте посмотрим. Луна, Стрельце, о, я Стрелец. И именинники у нас сегодня Лука, потом Степан и Федор. Вот они, Степан и Федор, что-то резко не наводятся. Не забудьте поздравить, мои любимые. Итак, читаю стих и бегу на работу. Я съела банан и пью вот шиповник с лимоном. Может быть кусочек шоколадки съем? Очень мне нравится. Вкусный, российский, горький шоколад. Ладно, мои любимые, опаздываю совсем. Давайте я вам стих прочитаю и попеку. И попеку. Еще отбываться надо. Ты из снежинок нежность состоишь. Моя любовь и воздух и отрада. Меня ты наполняешь и боготворишь. Мне больше в жизни ничего не надо. Когда мороз, узор ты божества. Весной же ты стекаешь в реки. Ты вечно в моей сути бытия. Ты там с истоков и навеки. Мы две снежинки. В каждой свой узор, Своя краса и свой орнамент. И это вовсе не кор. И нас в огонь, как феникса, Чтоб возродиться тянет. Мы дух один. И воздух, и вода, И мысли, и дыхание, и вечность. Одно нам не расстаться никогда. Божественности, но с тобою безупречность. Такие поставила картиночки. Очень мне понравились. Ладно, моя любимая совсем опоздала. Опоздала. И песню поставила нежность Анна Германа. Мы нежность, мы долгая нежность, трудная. Уже 29 минут, то есть половина, но ей нужно выходить и одеваться. Все, мои любимые. Время без 20 сил. Должно убежать. Шковник свой выбирал. Приду с работы. Доберем. Мои ключики. Поперед. Поперед, мои любимые. Фабиан, у меня, звучит в голове. В принципе, нормально. Минут за 10 дойду. И как раз без 10 буду на работе. Вы же знаете, что я не люблю опаздывать. Ну, разве что задерживаться немножко. Доброе утро, мои хорошие. Доброе, волшебное, прекрасное утро. Я с собой взяла две мандаринки. В ботинках. Не в кроссовках, а в ботинках. Начистила их. Взяла две мандаринки. И третью часть шоколадки. Горький шоколад российский. Вот, смотрите, Нового года всякие блестиночки на полу. Вот у меня тут мандаринки, видите, выпирают. Две. И там, если будет перерывчик, несколько минут, только я кто-то салфетки уронил. Я по завтракаю или прикушу. Ах, мороз. Снег. Доброе утро, мой любимый Петербург. Так что я опять зависаю. А нужно бежать, потому что я совершенно опаздываю. Пойдемте, мои хорошие. Не знаю, что вам сегодня интересного рассказать. Всем любви. Мои любимые. Вот машинка уже открещена нашей с вами любовью. Привет, Петербург. Привет. Я так давно была у тебя в гостях на улице. Было 5-го числа, сегодня 9-е. Ах, правда, мороз. Ну, градусов я не знаю. Еще и ветер. Очень-очень-очень холодно. Правда, у меня теплые шерстяные, можно сказать, штаны. Они насквозь продувают этим северным ветром. Что-то я дома помнила, хотела вам рассказать. а потом забыла. А? Вспомнила. Хотелось рассказать вам о своей первой любви. Вдруг кому-то интересно. Смотрите, сколько снега. Красиво. Я тут смотрела пару дней назад канал Натальи. Людей держат. Вот. Блин, горлышко побаливает. Надышалась уже холодным ветром. Так вот, она собирает снег с улицы, просто берет снежок снега и приносит домой. и начинает его зажигать зажигалкой, на газу топить, ну, расставливать. И говорит, что весь дом наполняется пластиком заполняется. боже, как холодно. Ну, у меня ручки отмерзли. Держу камеру. И ножки, и рот, и глаза. Все замерзло. Там я. Вернее, моя тень. Расскажу немножко о своей первой любви. У меня с 88 на 89 в январе была мамочка. Мне было тогда 18 лет. И я год абсолютно ни с кем не разговаривала. Я тогда закончила училище 52-е. на электромонтера 6-го разряда, на электромонтажника. И я ездила на завод, работала на заводе Ильича электриком в бригаде Стаса Романовича. Вот. У нас в бригаде было только две девочки. Дуся и Света. Остальные все тоже блестинки всякие. Видите? красиво. Остальные все были мужчины. И в группе у меня тоже училище были одни мальчики. Пар идет. Вот. И я год после маминой смерти вообще ни с кем не разговаривала. На работу в трамвае ездила на автопилоте брат, когда мама умерла в тот же день свалил, оставил свою жену беременную и с маленьким ребенком со мной и с моей 12-летней сестричкой Наташей. Вот. Так мы и жили. Я Наташа сестричка, невестка Светлана, ее сыночек Лешка, и она была беременная Света. Давайте по традиции поздороваемся. Наверное, я все красная. Да, я все красная, потому что очень при очень холодно. Люблю вас. Мистика. Ладно. Побежали. И вот как-то мне на Новый год на очередной Светлана, невестка. Она тогда уже родила. Свету. Свете было там что-то около годика. Она ее отвезла к маме в деревню, сказала мне, пойдем, меня сотрудники с работы приглашают отметить у них Новый год. Там будет три мужчины, и мне одной как-то не очень удобно. Вот. Я сказала, что мне неинтересно, пусть идет как-то можешь меня одну отпустить. Я вообще-то жена твоего брата родного. Я говорю, ну и какого хрена ты пойдешь тогда, если ты жена моего брата. где логика она говорит, ну это же для работы надо. Она на заводе там работала то ли на проходной сидела, то ли еще где-то. Я вот как-то не вдавалась подробности. Ах, как рука замерзла. Вот. и не знаю, какими словами она меня уговорила. Я, чтобы она просто от меня отстала, наверное, согласилась. Вот. Пришла я на работу. Ветер очень сильный. Не знаю, слышно ли вообще что-нибудь или нет. Снежок. Очень спасибо Боже. Это субтитры. Это субтитры. Да расскажу. Потому что уже пришла. Пока-пока. Обожаю вас, мои родные. Там елочка. Видите, вон зелененькая. Красиво. То оказывается часть воинская. Казарма. Пока.